Республиканская акция «Правсоюзы детям» сегодня стартовала на Гомельщине. Члены Молодежного совета областного объединения наведали Добрыжский социально-педагогичный центр. У гостей до маленьких выхованцев приехали с подарунками и святочным настроем. Дмитрий Котов, протягни. У Добрыжским социально-педагогичным центры дети, які трапили у тяжкую житевую ситуацию, могут знаходиться до шести месяцев. Далее их шагает интернат. Однако до этого звычайно не доходить. Выхованцы уимкнутся накеровывать у приемные семьи. Трое удельников сегодняшнего свята знайшли свою новую семью. Ясше трое вернулись седа биологичных батьков. А четверо пакули застаются выхованцами центра. Гости повиншовали кожного с надыходящим святом и пожадали выконания жаданя на Новый год. И пообицаали прикласти до этого усе на Маганне. Як минимум створить святочный настрой и подарить подарунки. Гомельское областное объединение профсоюзов ежегодно проводит акцию профсоюза детям. Этот год, конечно же, не стал исключением. Мы приехали сегодня к деткам. И сегодня мы дали старт этой акции, которая будет проходить в течение всего декабря. Хочется, чтобы дети чувствовали себя важными, нужными. И чтобы праздник также их не обошел стороной. Члены Молодежного совета приехали не с пустыми руками. У якости подарунка, упрысмаки и огульное запрошение на профсоюзную елку. Святочное мероприемство отбудется 18-го снежня у областным драматичным театры. У делу им примут каля 500 детей из усяго региона. Полина Мордесова к этой падее чакая за сабливой радостью. И верить, что здесь неся ей емара. Тем больше, что она вельми простая. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил куклу. И я хочу на тот новогодний утренник. От доброчинных справ до вытворших. Рабочий визит Молодежного совета Гомельского областного объединения профсоюзов протягнулся на фарфоровом заводе. Продприемство одно из городов творальных на территории Добружского района. Его продукция поставляется как на внутренний, так и на внешний рынок. Завод не одной же становился лауреатом конкурса улепших товаров у Белоруссии и России. Члены Молодежного совета ознайомились с зумовыми працией и застались задоволены убаченным. Очень положительное впечатление, очень интересная фабрика, очень много ручного труда у людей. И также мы можем ознакомиться с тем, как работают люди на заводе. И также мы узнаем о их правовых гарантиях, которые им дает профсоюз. Профсоюзы плануют развивать супрационерство с Добружским фарфоровым заводом. С кировництвом будет обмерковываться пытание об организации практики на предприемстве для молодежи региона. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район. Продолжение следует...